Режим беспошлиной торговли для магазинов, расположенных на выездах из Молдовы, будет отменен. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам объявил сегодня о разработке такого законопроекта. По словам Дмитрия Лайбы, все должны платить налоги. Он добавил, что за первые шесть месяцев текущего года беспошлиный режим воспользовался налоговыми льготами на сумму более 1 миллиарда леев. Мы намерены отменить режим дьюти-фри на территории Республики Молдова. Во-первых, потому что мы, как власть, как народные избранники, как простые граждане, верим в принцип беспристрастности, верим в то, что каждый должен платить справедливую часть налогов, с тем, чтобы это государство могло заботиться о самых своих уязвимых гражданах. Ежегодно, привел данные Дмитрий Лайба, беспошлиный режим пользовался налоговыми льготами на сумму не менее 2 миллиардов леев. Это таможенные пошлины, акцизы и НДС. По словам парламентария, до пандемии этот показатель даже приближался к 4 миллиардам в год. Народный избранник добавил, что после голосования закона в парламенте магазины исчезнут по истечению срока действия лицензии. В случае Кишиневского аэропорта это декабрь текущего года. Это не означает, что, собственно, торговые точки будут запрещены. По модели Европейского Союза торговые точки, магазины и так далее можно будет устанавливать и дальше в той зоне, но только они будут платить все налоги. Ранее, по данным Зиарол Диагарда, при правительстве Маясанду парламент одобрил законопроект об отмене налоговых льгот для магазинов беспошлиной торговли, расположенных на въезде в Молдову, а также находящихся на территории временно неподконтрольной конституционным властям республики. Согласно изменениям, соответствующие магазины должны были облагаться налогом, чтобы снизить риски контрабанда, а также создать честную конкуренцию. Сеть магазинов беспошлиной торговли, контролируемая Илоном Шором, стала одним из первых активов, которые правоохранители конфисковали в июне 2019-го, сразу после того, как бывший мэр Аргеева бежал из страны. Однако запрет продлился всего полгода после его отмены права фактического владения сетью беспошлиной торговли. Неоднократно переходила от местных бизнесменов к киприотам, немцам и евреям, утверждает цитируемый источник. В итоге бизнес перешел к владельцу российского банка, зарегистрированного в Израиле, в том же городе, где Илона Шора неоднократно подлавливали журналисты, пишет Райс Молдова.